Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. И наши взгляды на идеальную любовь глазами разных знаков зодиака, мы подошли к озерогу, который, конечно, любви знает не понаслышке. Многие из них, если они наконец-то решили заняться любовью после трудовых будников, могут фору дать всем другим знаком зодиака. Но тем не менее, как ни крути, когда спрашиваешь у окружающих, что вы испытываете, какое чувство основное к озерогу? Многие скажут, что уважение, а вторично любовь. Так что говорят, где родился, на то и сгодился. Всё-таки у нас к озерог отвечает за карьеру, вот почему чувство уважения к нему является первичным. Ну а мы же всё-таки о любви. И что можно рассказать о к озероге? Имеет ли он какие-то там мечты об этом идеальном любовном мире? Или это всё ему чуждо по определению? Было бы легко и просто говорить о к озероге, если бы они тоже не разнились, собственно говоря, внутри себя на два определённых лагеря. Конечно, могу сказать, что население в этих лагерях будет разное. Где-то больше к озерогов, где-то меньше, но то, что они делятся на два типажа, в этом они и сами мне не дадут соврать. О чём идёт речь? Дело в том, что прежде чем мы отправимся в любовное путешествие нашего к озерога, надо немножечко вспомнить его натуру вообще, на что он способен, на что нет. Вообще многие к озероги ещё в раннем детстве точно знают, чем они хотят заняться. Поэтому взрослеют уже к 3-5 годам, и такое ощущение, что вы дома имеете не ребёнка, а какое-то взрослое существо, которое поселилось в детском теле, где уж очень этот козерог собранный, какой-то самостоятельный, там себе сидит и копается со своими игрушками, и никому никаких проблем не создаёт. И это счастливый типаж козерогов, которые очень потом спокойно учатся в школе, обретают свои знания, дальше поступают в какие-то учебные заведения, потом спокойно работают, и проблем ни себе, ни людям не создают. Прошу прощения. Но есть один немногочисленный типаж козерогов, которые очень медленно взрослеют, и к 30-40 годам, так и не определившись, чего они в жизни хотят, продолжают паразитировать на теле семьи, которую никак не могут покинуть, и в результате ни о каких достижениях козерожек, там никакая речь не идёт. Пока живы родители, они кормят и поют это великовозрастное чадо, оно продолжает себя активно искать, не далее, чем лёжа на диване. И такое, к сожалению, у козерогов бывает. Это такая извращённая сущность козерожья, когда эти люди несчастливы по определению, потому что они не выполняют тех задач, которые возлагает на них знак, чувствуют внутри себя, что они никчемны, но преодолеть собственную линию инертность не могут по определению. Так что и такие казусы бывают среди трудового племени козерогов. Вообще, если, не дай Бог, он встретился второй извращённый типаж, то я вам могу только посочувствовать глубоко, потому что если он не обрёл себя до 40, то уже вряд ли обретёт, и перекочует просто на вашу ветку, и продолжит своё спокойное существование, питаясь вашими соками, ничего не предъявит на белый свет. Слава Богу, таких немного. А если он относится к первой категории, то могу сказать, что ничего невозможного для козерога нет, потому что он достаточно крепко сложен. И если жизнь его выкинула на задворки, то заниматься даже физическим трудом он может вполне себе ничего. Ответственность, пунктуальность прилагаются автоматически. Правда, он может, единожды взял лопату в руки, назначив себя копачом, там и остаться, потому что он не видит никакой необходимости, если тут неплохо платят, то даже если я не стал профессором, то какая разница. То есть многие козероги начинают довольствоваться тем, что имеют. Почему я вот это заглянула в работу, и обещая разговор о любви? Да, прежде всего потому, что у нас любовь и умение зарабатывать – вещи нераздельные. И выходя замуж за мужчину, например, козерога, вы рассчитываете на то, что он будет, например, расти, быть может, с вами, если вы женщина амбициозная. Или, например, неплохо зарабатывать, если вы просто человек, который нуждается в материальном обеспечении. И тут вот я вам не случайно привела пример с копачом. Если вы человек, который видите рядом с собой, например, научного работника и так далее, а ваш козерог как взял лопату, так и копается, думаете, что вам легко будет взять эту высоту и сказать, тебе надо расти, ты должен двигаться и так далее. Вам просто попадается типаж неамбициозного козерога. Ему достаточно того, что он имеет, и вполне, сколько бы вы не сотрясали воздух и не говорили, что это стыдно, это мог бы быть и тем, и всем, и этим, никем он не станет. Его удовлетворяет то, что он имеет. А поскольку вся критика и ваша истерика от козерога отлетает, как от стенки горох, то можете расслабиться. Его то, что устраивает, тем он и будет заниматься. А ваша амбиция его интересует только постольку, поскольку вы об этом всё время визжите. Поэтому тут надо иметь в виду, с кем имеешь дело. Инертный ли это козерог или амбициозный. Впрочем, амбициозного козерога тоже видно сразу. Он недовольствуется задворками жизни, он мечтает о собственном бизнесе, работает, не покладая рук, и достигает определённых высот в данном случае. Поэтому тут через профессию можно уже определить типаж человека, с которым вы имеете дело. Если вы встретили козерога-работягу и думаете, что он дорастёт до высшего звена и возглавит завод, увы, расслабьтесь, пожалуйста. Если у вас таковы амбиции, значит, ищите себе из козерогов-бизнесменов, кого-то, кто уже явно показал себе, что ему малого не нужно. Он хочет всё иметь и к этому стремиться. Поэтому здесь через профессию можно себе даже и определить, куда пойдёт ваш супруг и выполнит ли он те желания, о которых вы так страстно мечтаете. Вообще, многие, собственно говоря, козероги-трудоголики. В той сфере, где они занимаются, они работают самозабвенно, не чувствуют ни голода, ни жажды, у них нету такого устал-неустал. Надо, значит, надо. Но это мы говорим работающих козерогов. С таким же рвением они, те, которые решили не работать, могут лежать на диване. Можете их не кормить и не поить. Главное, не кантовать и не трогать. Потому что он уже решил, что это его теперь образ жизни, его работать. И ленью они точно так же занимаются самозабвенно. Но если уж разобраться, таких лодырей среди земляных знаков, конечно, есть, но их не большинство, слава Богу. Вообще могу сказать, что козероги, если разобраться с любовной сферой, тоже женится достаточно поздно. А всё это связано с тем, что этот знак не коллективизма. Это знак одиночки. Когда ты одинок, ты сам можешь решать, чем тебе заниматься, откуда тебе идти, пить ли с друзьями водку, или ещё что-то делать. Никто не жужжит, никто не покушается на твою свободу, не пинает тебя под зад коленом. Поэтому многие козероги предпочитают одиночество, всему остальному, желая, чтобы, если уже с ними и случится вопрос, женить бы, то это должно быть, собственно говоря, уже когда деваться некуда, а так в основном качают по жизни. И такие одиночки среди козерогов встречаются, дорогие мои. Особенно из тех козерогов, которые особыми амбициями не страдают, им вполне хорошо платят джеки, где они работают от случая в случай, а в основное от работы время просто сидят, играют в карты или пьют водочку дорогую, которую, кстати, козероги этого типажа любят больше, чем всё остальное, чем все блага мира и женщин, которые их окружают. Их всё вполне в этом смысле устраивает. Так что, если там замаячил такой типаж, не тратьте, пожалуйста, на него время. Женщины на повестке дня от таких товарищей не стоят, они так и дальше будут продолжать в том же духе, потому что это их образ жизни, а меняться ради женщины козерогу не свойственно, дорогие мои дамы. Поэтому вот и почему я заглянула в их профессиональную деятельность. В зависимости от того, чем они довольствуются от образа жизни, легко смоделировать с ними будущую жизнь. И многое из того, что вы увидите, вас не порадует. Если вы думаете, что козерога очень легко отучить от его дурных привычек, заставить его жить, как вы считаете нужным, то, могу сказать, на это все у вас уйдет не меньше вашей собственной жизни от начала до конца. Если вы готовы подарить ее этому человеку в борьбе, так сказать, за очищение его натуры, что же это ваше личное дело. Но если вы считаете, что это слишком дорогая цена, то тогда сразу не делайте на него ставку. Даже если это будет последний мужчина на свете, пусть он продолжает свой образ жизни. Вам это будет не по силам. Есть еще один нюанс, который проявляется, конечно, не у всех козерогов, но бывает. Исключительная прижимистость в деньгах. Вот, собственно, бизнес они вкладывают без ограничений. Им это кажется совершенно правильным, естественным. А потратиться на семью у них жило дрожит. Итак, что есть, то есть. Среди них встречаются и такие особи. Я ведь не могу знать, какой типаж встретился именно вам. Поэтому, когда даешь общую характеристику, а также указываешь на некоторые нюансы знака, которые возможны, то я вынуждена вас предупредить. Супер щедрыми козероги, таким расточительным, бывают достаточно редко. Иногда на них наваливается просто какое-то желание потратиться, тогда они идут в магазин, спускают огромные суммы, например, на одежду и так далее. Но такого равномерного, так сказать, щедрого отношения на любую забаганку вот тебе деньги, тут от козерога не дождешься. И еще, если вы все-таки встретили козерога, умеющего зарабатывать деньги, достаточно занимающего там свое место в социальной лестнице, помните, пожалуйста, что как бонусы, мягко говоря, приложатся и определенные диктаторские черты, которыми, собственно говоря, овладевают и женщины, и мужчины этого знака. То есть прислушаться к вашему особому мнению или делать, как вы хотите, или строить отношения с вами на каких-то деликатных паритетных основаниях, эти козероги не считают нужным. Они требуют, чтобы делалось именно так, как они сказали, аргументы ваши не рассматриваются как таковые, но диктаторство есть диктаторство. Это плата за самостоятельность в жизни, и они считают, что лишние антимонии здесь тоже не нужны. Если семья их уважает, ценит и отдает отчет тому, что они умеют зарабатывать и прочее, значит, платы за это должно быть беспрекословное подчинение и неоспаривание решения козерогов. Так что здесь и такие могут быть нюансы, особенно у тех, кто умеет действительно зарабатывать. Но если опять вернуться к любовной сфере, могу сказать, что любовная сфера для всех земляных знаков, для козерога в том числе, это, как сказать, не родная среда. Конечно, они необыкновенно чувственные, и многие из них знают толк в этом вопросе, и бывают даже немножко развращены и распущены, собственно говоря, потому что определенные фантазии, конечно, роятся в воздухе, это безусловно, они их обдумывают, смакуют и так далее, но поскольку они очень не любят перемен в своей жизни, а также тех моментов, которые раздражают, выбивают почву из-под ног, то сфера любви считается для них весьма и весьма беспокойной. Они хотят получить все удовольствия, но при этом, чтобы за это ничем не пришлось платить, ни болью, ни страданиями, и состояние влюбленности они считают достаточно для себя тяжелым, поскольку это отвлекает от рабочих процессов. Поэтому как секс, как таковой, как физиологическое отношение козерога увлекает весьма, а вот всякие переживания, сложности, тем более, быть может, расставание, которое принесет им дискомфорт и болезненное состояние, они этого стараются избегать. Вот почему в данном случае любовь как таковая не стоит на первом месте. Да, они, конечно, не откажутся от любовных утех, если таковые возникают, но желательно, чтобы были это ровные отношения, чтобы никто не пил кровь, ничего этого, знаете, не было, этих потрясений, которые они терпеть не могут по определению. И даже потом, если они все-таки создают свою семью и так далее, они очень хотят, чтобы жизнь стекла по заведомо определенным рамкам, чтобы не было там новшеств, каких-то потрясений, каких-то изменений, которыми они не готовы, которые, в общем-то, их страшат. Вот почему часто они откладывают семейные отношения. Мало ли, что этот партнер будет затевать. Сегодня одно, завтра другое, потом еще что-то придумают, потом еще что-то сделают. «Это же все беспокойно, это сложно, нафига оно вообще нужно?» размышляет козерог и все время откладывает в дальний ящик. Но и уже решившись на союз, он все-таки считает, что партнер не должен создавать ему дополнительные трудности, которых и без того в жизни предостаточное количество. И очень жаль, что в принципе знак достаточно многогранный, но иногда запрещает себе любить, построить отношения по той простой причине, что считает это для себя беспокойным. Тогда пустоту, которая возникает из-за нехватки вообще нормальных человеческих отношений, козерог начинает заполнять тем, что умеет. Например, властью или жаждой этой власти, работой, от зари до зари. Иногда становится исключительно скупым или жадным, собственно говоря. Ну, в общем, всякие глупости и метаморфозы. Иногда от того, что у него возникает много свободного времени и пустоты, часто увлекается выпивкой и там среди друзей ведет тот образ жизни, о котором я говорила выше и повторяться не буду. Но все это способы ухода от одиночества. С одной стороны, в союзе есть нужда, природа свою берет, но из-за боязни все-таки в этот момент пуститься, козерог от ничего делать начинает самоуничтожаться. То есть, иными словами, если не занят работой, то занят тем, что просто прожигает собственную жизнь и уничтожает собственное здоровье. Так что польза в одиночестве для козерога не предусмотрена природой. Так что, если вы, дорогие козероги, все боитесь, там что-то размышляете, берете все паузы, не знаете, нужна вам семья или нет, поверьте мне. С одной стороны, это обременительно, но для многих козерогов это спасительная гавань, которая предоставляет массу приятных бонусов, приобретаете вы спокойный образ жизни и, слава Богу, ни один еще козерог от семьи не умер. Так что, это вам и полезно, и приятно, и перестаньте постоянно шаг вперед, два шага назад. Семья для вас предусмотрена точно так же, как для всех других знаков зодиака. И все же, многие козероги предпочитают одиночество, потом от него исключительно страдают, но на людях всегда делают бравирующую физиономию и рассказывают, что это же вы дураки, там пошли вот это, женились и так далее. А тут, знаете, как он в фильме украл, выпил в тюрьму, живу как хочу и ни в чем себе не отказываю и так далее. Но поверьте мне, это маска для людей, в глубине души он все равно чувствует себя не очень комфортно. Вот я почему и говорю, дорогие козероги, не надо бравировать своим одиночеством, не надо всем рассказывать, что вы самые прозорливые, знаете, как жить на этом белом свете. Это просто маленькая чахлая заплатка на вашем глубочайшем одиночестве, которое еще вас не загрызло, но ничего хорошего вам не принесет, кроме хронического алкоголизма. Все равно вы чувствуете себя некомфортно, иначе почему вы так много пьете зачастую, и даже наедине сами с собой, и все, не знаете, чем вам заняться. Это просто пришло то одиночество со своей пустотой, которое вы, собственно говоря, делаете вид, что ничего страшного в вашей жизни не произвело, но оказывается, Антон, просто вас тянет на дно. Слава Богу, среди козерогов не все такие отчепенцы. Есть люди, которые, собственно говоря, которым особенно повезло в жизни, находят свою вторую половинку, живут счастливо, заботятся о семье и так далее и тому подобное. И такие тоже есть, слава Богу, среди козерогов. Они очень благодарны судьбе за то, что у них произошло, но это их внутренние переживания. Вслух они могут лишний раз и не сказать своей партнерше, что они невероятно счастливы от того, что она есть в их жизни, поскольку все-таки комплименты в жизни этих людей редко встречаются, и среди них даже бытует такая глупость, с которой я считаю, что сейчас я ее озвучу, что хвалят только врагов. Вот они так думают, что значит лишняя похвала это, так сказать, какая-то фальшь и прочее. Ну, в общем, козерог, он вообще по себе весьма оригинален, так что и в комплиментах он особой нужды не видит, ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. Так что, хотя я напоминаю, это чушь и глупость, и говорить комплименты, особенно если вторая половина заслуживает, и даже козерог должен. среди козерогов есть и такие закоренелые холостяги, которые до 40-50 лет ходят по белому свету, рассказывают, что им, собственно говоря, ни одна не подходит, ни одна не доросла до их уровня, им вообще в этой же небе ничего нет. Потом вдруг к этому возрасту к 50 или к 40, слава богу, их обуревает чувство панического одиночества, и тогда они хватаются за первую встречную женщину, которая им встречается на их пути, срочно организовывают с ней ячейку общества, но все это в истерике, в панике, первой подвернувшейся, а потом счастливы или несчастливы в зависимости от того, какой лотерейный билетик им в этот момент подсунула судьба, то есть женимся на первой встречной, лишь бы не быть одному. И такая бывает история у нашего козерога, поэтому исходя из того, что судеб поломанных у козерогов предостаточное количество, я стараюсь, может быть мой голос будет услышан ими, вы не перебирайте харчами и не носитесь со своим одиночеством, если рядом встречается достойная женщина, переступите через свое я, организовывайте семью вовремя, живите нормальной полноценной жизнью, не ищите приключений на пятую точку, вам организм будет подсказывать всевозможные поводы, по поводу тебе это не нужно, не ко времени, а вот то, а вот это, у вас горе от ума, меньше думайте об этом, больше двигайтесь к тому, что вам семья необходима, как якорь, как основа вашего будущего развития, вы станете гораздо успешнее, гораздо большего достигнете в жизни, вам это понравится в конце концов, но многие козероги доходят до смешного, вот до тех ситуаций, которые я описывала выше, поверьте мне, это не какие-то мои фантазии, это реально существующие судьбы и несчастные люди, которые потом задним числом пытаются наверстать то, что было упущено, но не всегда скоропостижные пирожки получаются вкусными, вот так и у них, когда женишься, на ком попало, потом действительно будет повод говорить, а нафига я женился, а нафига ты дотянул до 50 лет, тут явно прозвучит встречный вопрос. Вообще могу сказать, что в козерогах очень много всего намешано и очень трудно даже по одному тому, что я знаю, что это знак козерога, рассказать о человеке в полномере что можно было бы сказать, потому что в них намешано очень много интересного. Вот и среди них есть категории, например, исключительно стыдливых людей, пуританских, которые себе не позволяют ничего, стесняясь элементарного, например, физиологического процесса, что у нас называется сексом, потому что им кажется это что-то необыкновенно стыдливым и прочим. И те же самые козероги могут предоставить особи, которые настолько распущены в этих вопросах до порнографического масштаба, что для них, например, желанный секс, это, например, на троих, на десятерых или еще какие-то извращения, и они совершенно спокойно в них при этом присутствуют. Вот как может быть, да, или вообще так сказать человек замкнутый в этом смысле или распущен до невозможности. Есть особи, которые индифферентны к тому, что делает его вторая половинка, то есть вполне могут позволить ей свободные взаимоотношения в союзе и смотреть на это как на совершенно естественно. А есть особи наоборот, такие ревнивые, что скорпион тихо отдыхает в буфете и никогда даже его приступы ревности с козерожами не могут сравниться. Вот так намешано в этом знаке. И так с кондачка сразу не скажешь какой он есть на самом деле. Только вы знаете близко своего козерога и понимаете ревнив он или не ревнив и что он себе позволяет в постели от чего не позволяет. Но тем и сложнее давать общую характеристику для знака, потому что слишком он многогранен внутри своего коллектива. И все таки как ни крути когда рассматриваешь этот коллектив козерожей, могу сказать, что это очередной знак, который преподарил большое количество холостяков. Это так сказать все равно как ни крути категория женоненавистников, которые в женщинах видят только источник бесконечных проблем и прочего и так никогда и не женится. Если же козерог все-таки созревает или планомерно идет к этому союзу, то он все-таки ищет себе надежную женщину, практичную, умную, хозяйственную, достаточно расслабленную в постели, если он имеет в этом потенциал, потому что, как вы понимаете, здесь тоже может быть по-разному. Либо сам себе не позволяю, либо хочу такого, чего другие не хотят или стесняются даже об этом думать. Но, что особенно более важно, она не должна быть капризной, это раз, и она должна еще уметь зарабатывать деньги, то бишь быть самостоятельной на всякий случай, если вдруг на козерога нападет какая-то скаридность или невозможность заработать деньги, то есть она должна быть самостоятельной. Вот почему чаще всего подыскивают себе женщину в том кругу, которым они работают, например, то есть они оценивают женщину по делам и по поступкам, видя, как она живет ежедневно. Вполне могут жениться на женщине старше себя, вот, если она докажет свою самостоятельность и то, что она все-таки надежный эшелон и так далее, женщина с устоявшимися взглядами и принципами, вполне могут молодые козероги решиться на такой союз и это их ничуть не угнетает, потому что в данном случае эта женщина удовлетворяет другие их потребности. Она надежна, некапризна, умеет зарабатывать, хорошая хозяйка и так далее, а разница в возрасте эта деталь, на которую можно просто не обратить внимания. Многие козероги еще ждут от женщин правильного отношения к деньгам. Больше всего они у женщины ценят умение тратить деньги, желательно, чтобы тратила она мало, даже если, собственно говоря, имеет собственные деньги, потому что большие траты денег они считают как ненасытность женщины, и это их пугает, и в данном случае плюса к ее образу не добавляет. Ну что есть, что есть. Мы уже теперь решили заглянуть поглубже в эту тему. Может быть через мой рассказ вы поймете, что происходит с вашим партнером и стоит ли от него ждать приступов щедрости. Козерог, если щедр, вы это заметите сразу, а если щедрости в нем нет, то, увы, это уже навсегда. Что касается женщин-козерогов, то они здесь тоже неравномерны. Часть с них, те, которые нацелены на карьерные достижения и прочим, бывают достаточно жестокосердны, и точно так же, как и мужчины, особой нужды в семейных узах не видят. Но если они выходят все-таки замуж, то во главу угла они все равно ставят собственную карьеру. Роль домохозяйки, привязанной к одному месту для них чуждо и не всячески от нее изворачиваться как только могут, то есть себя ненавидят как домохозяйку, считая, что это переведенное время и напрасно прожитые годы. Если эти женщины достигают определенного уровня, становятся бизнес-леди и прочими, то они, быть может, если не успели в общем-то обзавестись семьей, вполне могут довольствоваться тем, что и семья, как таковая, им и не потребуется. Они прекрасно знают цену себе и тем средствам, которые зарабатывают, могут позволить себе любые романы, которые у них возникают в жизни, но, как правило, их сердце так и не оттаивает, какие бы объятия их не окружали. Поэтому в данном случае они просто живут собственной жизнью, позволяют своей физиологии получать удовлетворение, но сердце свое не дарят никому. И такое, увы, тоже бывает, дорогие мои. Сказать, что их не нагреет одиночество, нет, конечно, все бывает, но задним числом уже жизнь не переживешь, поэтому в данном случае никакие деньги мира не компенсируют чувство незащищенности, которое всенепременно придет и к ним в определенном возрасте, когда говорят, некому руку пожать и некому воды подать. мужчина многие женщины козероги выходят вовремя замуж безусловно, но в основном, когда выбирают партнера, чувствами не пользуются. В основном они выбирают либо финансовое положение, либо социальную позицию, которую занимает их партнер. Для них это очень и очень важно. И только отчаявшаяся женщина козерог может броситься на шею любому проходящему мужчине только потому, что остро начинает ощущать одиночество, а, как говорится, судьба выбора особого не предлагает. И тогда это несчастное будет тянуть своего этого партнера, пытаться его краить и ломать под собственным образу и подобие и так далее. Зачастую безуспешно. Но это третья крайность, которая происходит. Почему я сейчас прошлась по этим крайностям? Потому что, может быть, сейчас на меня как раз в момент этого разговора смотрит какая-то из женщин из этой категории. Когда-то что-то с ней произошло, не сложившиеся взаимоотношения и так далее. Или она о чем-то тоскует, о чем-то размышляет и думает. Может, мы друг друга услышим. И это слово «моё», которое прозвучало, в некотором смысле уже ничего не изменит в ее судьбе. Но, может быть, развеет ее на какой-то момент, заставит все-таки по-другому взглянуть на какие-то моменты. А может быть, у кого-то еще есть возможность запрыгнуть в последний вагон и еще устроить свою личную жизнь и счастье и почувствовать себя защищенным. Потому что, как ни крути, какая бы могущественная и величественная женщина-козерог не была на свете, она остается женщиной, и ей нужна защита и опора, и мужчина нужен в том числе. Может быть, некоторые так и не успели в этом разобраться, но, тем не менее, могу вам сказать, что женщина-козерог старая дева это не лучший подарок судьбы, это несчастная совершенно особь, которая всех ненавидит, всех презирает, особенно тех, кто имеет счастливые семьи, потому что, увы, она этого лишена. Внешне она в этом не признается, но в глубине души она и глубоко от этого страдает. И все же маленькое резюме для тех, кто сейчас влюблен в женщину-козерога и все не знает, чего ей от жизни надо. Помните, пожалуйста, что ей нужен человек, имеющий надежное плечо, то есть на него возможно опереться. Она должна иметь поводы его уважать. Он должен уметь зарабатывать. Он должен недовольствоваться малым и стремиться все время расти, потому что только такого человека, женщина-козерог начнет уважать, любить и ценить. Вот. Он должен уметь зарабатывать, он должен любить дом и детей, которых она ему подарит. Требования достаточно высокие, не для нынешних мужчин, некоторые, которые сами неплохо бы себя чувствовали, спрятавшись за широкой женской спиной. Но, тем не менее, для того, чтобы очаровать женщину-козерога, помните, на эмоции вы здесь рассчитывать не можете. Она смотрит на вас, как на своего партнера, который разделит ее радости и трудности в полной мере и не будет отсиживаться за ней, а тоже будет активно работать и двигаться на благо семейства. Вот тогда только паритетные любовные взаимоотношения возможны с этой женщиной. Так что, как говорится, сиренадами и трубодурством ее вряд ли вдохновишь. Так что и не пытайтесь даже. Ну, а теперь о тех, кто может легко сойти с козерогом, понимая их внутреннюю сущность, а кто, в общем-то, козерогу чушит. В эмоциональном плане козерог должен искать тельца, деву, скорпиона. Особенно хорошо содружество со скорпионом. Следует избегать близнецов и рака. Ну, что ж, надеюсь, что мой выпуск был вам полезен. Я постаралась поговорить, может быть, для некоторых об экзотических вопросах, но, тем не менее, мы говорили о козерогах, а не поверьте мне, люди достаточно экстравагантные, оригинальные и так, и то все, о чем мы говорили среди них вполне встречается. С вами была Елена. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.